Добрый день, дорогие зрители! С вами Татьяна Соловьева и наша программа Книжный Бум. Сегодня я расскажу о пяти книгах, которые стоит прочитать с вашими детьми этим летом. Эта книга вышла в прошлом году в издательстве Repol Classic, по которым я имею честь быть шеф-редактором. Я влюбилась в эту историю с первой страницы. Это не художественная книга, это книга нон-фикшн. Здесь рассказывается о самом противном на свете. Знаете ли вы, что обезьяны бросают какашками для того, чтобы пометить свою территорию? А знаете ли вы, например, сколько в ваннах писает слон? Знаете ли вы, как изготавливается самый дорогой кофе? Обо всем об этом, о самом противном на свете смешно и безумно информативно рассказывает наш автор. О иллюстрации, ну это же просто прелесть. Вы только посмотрите, сможет ли принцесса, поцеловав лягушку, превратить ее в чудесного принца. Об этом и обо всем другом вы узнаете на страницах книги. Читайте, смейтесь вместе с детьми и перечитывайте. Уверяю, это станет ваша любимая книга. В одном из наших выпусках мы говорили с вами о книге «Секрет бороды» об Игоре Курчатове. И я упоминала серию издательства «Альпина. Дети. Чему я могу научиться?» Это небольшие книги для детей, которые рассказывают нам о героях. Абсолютно разных. Героях нашего времени. Моя любимая история, конечно же, связана с Королевым. Потрясающий человек, потрясающий ученый, великий управленец. Не только тот, кто отправил Юрия Гагарина в космос, но сколько всего он сделал для нашей страны. В доступной форме рассказывается ребятам о жизни, об открытиях, о каких-то фактах биографии, которые сложно найти даже в ЖЗЛ. Например, знаете ли вы, что Королев ненавидел хозяйственное мыло и просто его не использовал никогда? Почему? На страницах книги это объясняется. Эта серия вдохновляет ребят учиться. Эта серия вдохновляет ребят не останавливаться на достигнутом. Эта серия рассказывает об истории успеха и что каждый может его достичь. Рекомендую ее. Следующая книга, на которую я хочу обратить ваше внимание, называется «Сердце Кая». Олег Рой. Мы с вами говорили о его взрослых романах, я рассказывала о его детских книгах серии «Есения» и «Волшебная лавка». А сейчас я расскажу вам о подростковой книге «Эта приключенческая история» по мотивам Андерсона. Эта история уже о повзрослевших Кае и Герде, а я напомню, что они не были братом и сестрой, о том, как Кай делает предложение Герде, Герду похитит, и он начинает сомневаться, а стоило ли оно того. Но спасать ее все равно придется. Это история дружбы, история волшебства. Всем нам хотелось узнать, что было дальше. Что было дальше с разбойницей? И почему Снежная королева так жестоко была Каю? И что ей далось это сердце? Все это будет на страницах романа. Но самое интересное – это иллюстрации. Специально для этого издания мы заказали иллюстрации в стиле манго, и почти 9 месяцев до вас современного художника готовили их. Они лишь украшают эту сказку. Читайте с удовольствием. Книга, на которую я хочу обратить ваше внимание, называется «ПАКС». Она вышла в издательстве «Самокат». Это самая трогательная, искренняя история дружбы мальчика и лисенка. Конечно, она отсылает нас к маленькому принцу, а это моя любимая книга и любимое произведение. Но здесь все же все будет немного по-другому. История начинается с того, что главный герой, потерявший мать, его отец отправляется на войну, а он к дедушке. А там он познакомится с лисенком Паксом. Кстати, Пакс переводится как «мир». Они не просто друзья, порой они одно целое. В какой-то момент он бросит Пакса в лесу, а потом Питер осознает, что так нельзя было поступать с другом, и отправится его на его поиски. Эта книга получила множество премий. Это история не просто дружбы. Это история любви к природе. Это история преданности. Это история искренности. Я рекомендую ее читать вместе с детьми и отдельно. Вы получите большое наслаждение. Потому что здесь прекрасный перевод и классные иллюстрации. Закончить наш сегодняшний выпуск я хочу книгой Павла Воли «Петерси. Дети океанов». Она уже целый год продается во всех магазинах нашей страны. Но я расскажу вам один секрет. Итак, Павел Воля. Как родилась эта книга? Все вы знаете Павла как замечательного скандап-комика, ведущего многих телевизионных шоу. Но и отца. Отца двух очаровательных детей. И эту приключенческую историю, описанную в книге, он придумал вместе с детьми. Он писал ее для детей. Как вечерами. Ты садишься с ребенком и начинаешь придумывать ему сказку на ночь. И так она обрастает и обрастает. И в какой-то момент Павлу захотелось поделиться этой историей с другими. Это взрослая книга для детей и детская книга для взрослых. Это настоящее семейное чтение. Семья Петерсов дружная, крепкая, любящая. Мама океанолог. И вдруг она исчезает. И нужно отправиться на ее поиски. И дети отправляются. Им встретятся и пираты. У них будет много-много приключений. Рома. Все закончится хорошо. Вы будете наслаждаться их приключениями, их дружбой. В какой-то момент вам будет грустно. В какой-то момент они потеряются. Но главное, что несет нам эта книга, это быть честными, искренними и любить свою семью. Вот скоро, совсем, буквально в этом месяце, на полках нашей страны появится продолжение. Вторая история, написанная Пашей Волей. Петерсы, дети гор. И в этот раз эта семья отправится путешествовать по России. Они познакомятся с Александром, царем. Увидят Петербург. И не только Петербург. И Пензу, родной город Павла Воле. Там будет очень много интересных исторических ссылок. Но об этой книге я вам расскажу в другой раз. Отдельно. Я, Татьяна Соловьева, и издатель StoryPol Classic, рекомендую эти книги прочитать вам и вашим детям в июне. Классных вам историй! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!